Модельные библиотеки Статус модельной библиотеки позволит жителям и гостям Красного Луча воспользоваться множеством форм и возможностей получения информации и приобретения знаний для развития и реализации своих способностей. Сегодня, наверное, очень значимое для нас событие, потому что и все мы росли и представляли библиотеки, наверное, по-другому. В библиотеке приходили мы раньше найти какую-то информацию, почитать книги. А сегодня именно то представление библиотеки, которое было раньше, кардинально изменилось на современное. Я думаю, что наша молодежь, наши дети по достоинству оценят новые возможности. Это, наверное, не только библиотека, это новое место для наших детей, для нашей молодежи, место для общения, место для познания нового. Я думаю, что это по заслугам и тем людям, которые здесь трудятся уже много-много лет, в этой библиотеке сотрудников, наконец-то они получили те условия, ту возможность осуществлять свою деятельность в новых современных условиях. Я поздравляю всех сотрудников городской центральной библиотеки имени Надежды Константиновны Крупской. Я поздравляю наш город Красный Луч с такой знаменательной датой, с событием, которое произошло в нашем городе. Сегодня мы открываем первую в нашем городе модельную библиотеку. Первую библиотеку с огромными возможностями для всех жителей нашего города, для взрослых, для малышей, для среднего возраста и для молодежи. Очень хочется поблагодарить всех, кто помогал нам в реализации этого проекта. Задумка была реализована с помощью Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Луганской Народной Республики, при поддержке правительства Тюменской области, поскольку мебель и оборудование приехали к нам оттуда. И, конечно, администрации города Красный Луч, которая помогала нам во всех направлениях в реализации этого проекта. В рамках национального проекта была выполнена модернизация библиотеки, а именно отремонтировано помещение, заменены окна, частично обновлен книжный фонд, установлена современная мебель. Одно из важных новшеств – появление цифрового мобильного планетария. Юные посетители узнают о много нового и интересного, и не только о космическом пространстве. В комплект с планетарием входит 29 фильмов. Это для самых маленьких путешествия зрачонка во Вселенной. Это и изучение подводного пространства, то есть можно на куполе увидеть барьерные рифы, можно почувствовать себя на горках, можно изучать траекторию движения. Рассказ танкиста она называется, о том, как идет стрельба, что влияет из физических сил на эту стрельбу, как это в 3D-проекции происходит. То есть это физика, астрономия, природа. Современные информационные технологии позволяют расширить возможности персонала библиотеки и обогащают опыт пользователей. С этой целью в модельной библиотеке появилась интерактивная панель. Интерактивная панель, она обучающая, она у нас одна из самых современных, поскольку она является и компьютером одновременно. На ней установлено уже программное обеспечение, которое позволит обучать кого-то, позволит показывать детям сказки. То есть, если у нас приходят мамы с детьми, и какая-то группа мам, допустим, занимается чем-то, то дети могут смотреть сказки и слушать в это время. При этом все будут как бы заняты интересным делом и полезным. И потом смогут взять книги. На сегодняшний момент Центральная городская библиотека в рамках проекта модельных укомплектовалась и детской литературой, поскольку у нас будет детский уголок в созвездии радости, в котором тоже, то есть пока мама выбирает книгу, ребенок может тоже выбрать себе книгу, поиграть и так далее. Расширение услуг, новые технологии, современное пространство, доступ к национальным электронным ресурсам, зоны каворкинга для лекционных занятий. Модельная библиотека станет территорией новых возможностей для краснолучан всех возрастов. По словам директора учреждения, о работе в этих направлениях жители будут узнавать из анонсов на сайте библиотеки, в группах в социальных сетях. Библиотека нового поколения станет тем местом, куда можно будет приходить и для проведения досуга, и для реализации своих потребностей в самообразовании. Новости телеканала Луч.